Ребята, всем привет! В сегодняшнем видосе я подготовил для вас очень интересный баг, с помощью которого вы сможете сделать своего друга в PUBG Gnome. Да, ребятки, вы не ослышались, есть такой вот интересный баг, вы видите, как он работает. Далее я расскажу, как им воспользоваться, что нужно сделать. Ну, во-первых, хочу сказать, что это никак не повлияет на классический матч, то есть никому мы с вами не навредим этим багом, ребятки, это во-первых. Во-вторых, чтобы его сделать, вам нужен друг, вместе с другом это делается в парке развлечений. Ну, а в-третьих, я даже вчера делал по сообществе и говорил о том, что мне рассказали про этот баг и спрашивал, интересно ли вам узнать, как этот баг работает, каким образом им воспользоваться. Ну и большинство комментариев были именно положительные. Само собой, все хотели узнать, как сделать этот баг. Именно поэтому я и сделал отдельный видос, ребятки, где я вам покажу, как он работает. В принципе, вместе с вами можем поугарать. Для начала, над самими текстурами, как они выглядят после того, как заюзать баг. Потому что, ну, это очень угарно, ребятки. Мы, когда вчера снимали с тиммейтами, ну, не могли просто остановиться. Это был ор выше гор. Просто посмотрите, как это выглядит. И чтобы вы понимали, ребятки, этот баг, он не сбивается. То есть, если вы сядете за руль или сядете на качели, к примеру, да, или возьмете оружие, или запустите со своим тиммейтом, там, или врагом, допустим, да, дуэль, и после этого вы нокнетесь. Ничего из этого не исправит этот баг. Даже если вы будете ехать за рулем или плавать, ребятки, вы все равно будете видеть своего друга или друзей, ребятки. Потому что это работает, как вы видите, с большим количеством людей. Вот такими вот маленькими гномиками, которые будут бегать вокруг вас. Ну, и, в принципе, я не знаю, как с этого не угарнуть, потому что выглядит это очень угарно. И, как вы заметили, даже автоматы превращаются в маленькие автоматики. И парашюты, ребятки, тоже превращаются в маленькие парашютики. То есть, этот баг влияет на все текстуры, кроме транспорта. То есть, если вы сядете в транспорт, ну, вы видели в самом начале, да, соотношение в транспорте, какое у вас получается. То есть, там получается огромный транспорт. А у вас вот такой вот маленький, миниатюрненький персонаж. В принципе, как я и говорил, вы видите, даже в воде не меняется ваша текстура. То есть, вы видите именно ваших друзей или вашего друга вот таким вот маленьким гномиком, который плавает вокруг. Если вы даже сядете в катапульту, ребятки, это тоже никак не исправит этот баг. То есть, он будет до того момента, пока вы не выйдете из парка развлечений. И даже можно делать отдельный парк развлечений, вместе с друзьями угорать. В принципе, как мы это сделали, чтобы заснять. Потому что заснять это в простом парке развлечений, как вы понимаете, ребятки, достаточно сложно. Потому что все подбегают, все, само собой, лезут в камеру. В общем, речь о том, что можно заюзать, как хотите, именно в парке развлечений. Ну и, в принципе, работает это до конца. То есть, до момента, пока не закончится время вашего парка. Ну и теперь предлагаю все-таки перейти к самому багу. Баг, ребятки, как ни странно, делается очень просто. Я даже не ожидал, что это настолько просто. Но до этого еще нужно додуматься, чтобы вы понимали. То есть, мне об этом рассказали тиммейты, за что им огромное спасибо. Как это работает? Заходите в парк, и тот тиммейт, который вы хотите, чтобы он уменьшился, должен сесть вот сюда, ребятки, и ждать вас. А вы должны взять транспорт и, в принципе, просто, ребят, просто сделать круг. Вот таким вот образом. Просто проехаться вокруг. А вот этой арены, где у нас будут зомби, да, в честь Хэллоуина добавлены, просто делайте круг, возвращаетесь обратно. Все очень просто. Я вам говорю, это неожиданно просто. Но до этого нужно додуматься. То есть, как до этого додуматься, что вам нужно отъехать, сделать круг и вернуться? Я не знаю, как бы. Но люди додумались. И когда вы возвращаетесь, вас ожидает уменьшенная копия вашего тиммейта. Вот таким вот образом это выглядит, ребятки. И, чтобы вы понимали, то есть, это первый уровень, давайте так назовем, да? Такой уровень уменьшения. И выглядит он уже очень даже угарно, да? Но это еще не все. Вы можете уменьшить его еще больше, ребятки. И для этого, как вы понимаете, вам нужно снова же просто сесть на мотоцикл или любой транспорт. Не обязательно даже мотоцикл, ребятки. Можно любой другой транспорт. Сесть и снова же просто сделать вот такой вот круг. То есть, садится ваш тиммейт. Допустим, вот сейчас сяду я. И, в принципе, наш тиммейт уезжает, просто делает вот этот круг. Ну, а я со своим тиммейтом просто жду. То есть, чтобы вы понимали, как это выглядит от лица тиммейта. Вам ничего делать не нужно. Вставать не нужно. Садиться. Ничего не нужно делать, ребят. Просто ждете. В определенный момент, когда ваш тиммейт будет уже приближаться обратно. Там проходит, я так понимаю, определенное время. И ваш персонаж сам уже встанет. То есть, он сам поднимается за стола. Но не нужно садиться обратно. Если он встанет вот таким вот образом, просто дождитесь вашего тиммейта. Вот он подъехал. В принципе, вот вы видите тиммейта. И прямо сейчас тиммейт нас видит уже уменьшенными копиями, да? То есть, ребятки, к сожалению, вы не видите никаких изменений от своего лица, да? То есть, вы можете увидеть только уменьшенные копии именно ваших тиммейтов. А тиммейты сами себя видят таким же образом, как и было. То есть, те же самые нормальные размеры. В этом единственный минус этого бага, да? Ну, а в остальном, одни плюсы. Если вы зашли в парк развлечений, значит, у вас есть свободное время. И вы хотите как-то это свободное время, само собой, провести. И если вы вместе с другом будете делать этот баг, и, само собой, превращаться в этих миниатюрных гномиков, во-первых, вы никому не навредите, потому что вас будут видеть в нормальных текстурах, да? Во-вторых, это парк развлечений. То есть, на классику это не работает, ребятки, никаким образом. Потому что там, ну, вы сами понимаете, негде сесть таким образом. И, в принципе, результат именно, само собой, очевиден. Вы просто можете развлекаться и угорать со своими друзьями, не навредив никому. Это просто самый идеальный вариант. Ну, а теперь давайте покажу вам от лица нашего тиммейта, как это выглядело. То есть, тиммейт садился за руль мотоцикла, делал кружок, возвращался к нам и находил нас уменьшенными копиями. Вот таким вот образом. И да, иногда бывает, что ваш тиммейт не уменьшается. То есть, вы сделали этот круг, но его вот таким вот образом багует. И для того, чтобы это сработало, ему нужно просто еще раз сесть на этот стул. И когда он садится, он уменьшается обратно. Как ни крути, это все-таки баг, да? И бывает иногда, что баги тоже багуют. Как ни крути. Но, в основном, это работает, ребятки, без никаких проблем, потому что мы это повторяли неоднократно и всегда работало. Кстати, после этого мне тиммейты написали, что не обязательно на транспорте, можно таким образом и пешком делать. То есть, это будет намного дольше, как вы понимаете, да? Если, допустим, ваш тиммейт сядет вот сюда на этот стул, и вы просто оббежите вокруг вот таким вот образом и вернетесь обратно, то это тоже должно сработать. Но, как вы понимаете, это займет намного больше времени. Поэтому я рекомендую это делать именно с помощью транспорта. Конечно же, если вам не помешают и не взорвут во время того, как вы будете пытаться сделать этот баг. В общем, на этом, я думаю, можно видос заканчивать, ребятки. Конечно же, прямо сейчас идите в парк развлечений, угорайте вместе с друзьями, пишите в комментариях, если у вас получилось повторить этот баг, пока его не пофиксили. Но хотя, если подумать, как они его пофиксят, потому что здесь ничего такого мы не делаем, просто сделали кружок вокруг парка. В общем, заходите, пользуйтесь, угорайте. Ну и, конечно, не забудьте прожать лайкосик под этим видосом, если он вам понравился. Ну, а если видос вам не понравился, конечно же, ставьте дизлайк. Как вы знаете, я рад любой вашей активности. Подписывайтесь, потому что, к сожалению, очень много бойцов смотрят мои видосы без подписки. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы и стримы, ребятки. Всех жду на стримах, конечно же. Ну, а на этом видео заканчивается, ребятки. С вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok